Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Сегодня об этом сообщили в финансово-кредитном учреждении. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. В сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанк работает в штатном режиме. Несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства, доступны клиентам в полном объеме, информация о любых ограничениях является фейком. Сотрудники банка призывают клиентов доверять только официальным источникам информации. Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам, физлицам и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и выполнению счетов в рублях иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, взболе и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут проводиться в полном объеме. Обмен валюты проводится также без ограничений. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношениях корреспондентских счетов. Но принятые ограничения никак не влияют на сохранность и доступность средств наших клиентов. В общественной палате Крачево-Черкесии прошел круглый стол на тему реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, как важный фактор безопасности проживания в населенных пунктах. В нем приняли участие общественные деятели, представители муниципалитетов, управляющих компаний и регионального оператора по работе с ТКО. Подробности расскажет Мурат Жанкезов. На совещании отметили, что вопросы о вывозе и утилизации отходов являются одним из важнейших проблем, затрагивающих интересы экономики, природы и ЖКХ, а также влияние на безопасность проживания в населенных пунктах. Для сведения, наиболее все-таки больше жалоб населения, народа у нас идет по вопросам содержания многоквартирных домов. Практически 40% от общего количества поступающих жалоб. Второй вопрос глобальнейший – это поставка коммунальных услуг, порядка 30%. Для сведения, больше жалоб населения, народа у нас идет по вопросам содержания многоквартирных домов. Практически 40% от общего количества поступающих жалоб. Второй вопрос глобальнейший – это поставка коммунальных услуг, порядка 30%. В прошлом году в республике было приобретено около 2000 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Ферма «Глобус» обслуживает все населенные пункты, кроме Черкеска. Приобрели новую технику, чтобы своевременно и качественно предоставлять услуги. Однако есть еще нерешенные вопросы. На сегодняшний день мы столкнулись с такой проблемой. Очень многие населенные пункты, когда мы начинали свою работу, вопрос становился в том, чтобы хотя бы предоставить услугу в села наши и в аулы. Но на сегодняшний день вопрос мы ставим уже, чтобы данная услуга предоставлялась качественней. А это не только работа регионального оператора, это работа муниципальных властей. То есть очень мало у нас населенных пунктов, где есть контейнерные площадки, где поставлены контейнеры. В настоящее время в республике при поддержке фонда президентских грантов реализуется проект «Культура общения с отходами», в рамках которого рассказывают жителям о раздельном сборе мусора, проводятся семинары и экскурсии. Все вопросы и предложения участников заседания нашли свое отражение в резолюции, которая будет направлена в соответствующие ведомства и предприятия. Мурат Шантьозов, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. В России резко снизилось число заболевших коронавирусом. Эти цифры добавляют оптимизма. Хочется надеяться, что омикрон отступает, говорят в Роспотребнадзоре России. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 42 214 человек. Из них 33 518 выздоровели, 394 человека госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. По традиции февраль для различных ведомств, общественных организаций – это время подведения итогов. Сколько чего сделано, кому и чем за отчетный период удалось помочь – не исключение и аппарат, уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской республике. От 10 до 15% восстановленных прав считается здесь хорошим показателем. Наш корреспондент Артур Мхце встретился с Заремой Малатовой, которая рассказала о некоторых нюансах своей деятельности. Зарема Назировна, как часто люди обращаются к уполномоченным по правам человека с просьбами помочь им? И какого рода обращения чаще всего к вам приходят? Ну, если так взять по цифрам, в 2020 году к нам обратилось 228 человек. Процент восстановленных прав от количества поступивших жалоб составил 14%. А в 2021 году, мы уже подводим итоги, сейчас готовимся к написанию доклада, количество обратившихся граждан – 233 человека. Процент восстановленных прав – 13,5%. В ходе беседы Зарема Назировна рассказала о некоторых направлениях деятельности уполномоченного по правам человека. Так, часть обращений касается недовольства работой коммунальных служб и управляющих компаний. Впрочем, подавляющее большинство писем, звонков уполномоченному связаны с нарушением прав на стадии досудебного и судебного разбирательства. Кроме того, порой незамедлительная реакция официального лица аппарата требует информация о ненадлежащем содержании заключенных в следственном изоляторе. Посетив каждую камеру, ну, именно для того, чтобы побеседовать с этими лицами, я для себя выяснила, не то, что выяснила, установила нарушение прав лица, которые находятся в следственном изоляторе. Когда к нам приходит уже человек, вот как к последней инстанции, мы его можем и час, и два, и полдня выслушать. И они с благодарностью, даже если даешь консультацию или как-то объясняешь способы и механизмы защиты прав, они говорят спасибо большое, с огромной благодарностью, что вы хоть нас услышали. Полную версию беседы с уполномоченным по правам человека в Карачаево-Черкесии Заремой Умалатовой смотрите в это воскресенье в программе «События недели в 8 утра». Артур Мхце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Воспитание настоящего гражданина, любящего свою родину, ее народных героев, знаний, уважительное отношение к прошлому страны, формирование толерантности, веротерпимости, противодействия проявлениям экстремизма и терроризма – сегодня главная задача педагогов. С этой целью в школах проходят патриотические мероприятия. Одно из них, посвященное Дню Защитника Отечества, торжественно прошло в 6-й школе Карачаевска. К этому дню и ученики-учителя готовились с особым усердием. Вместе с ними патриотизмом прониклась и Фатима Даурова. Праздник начался торжественным митингом на Аллее Героев в центре Карачаевска. Представители администрации, районного отдела образования, сотрудники и ветераны управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии пришли сюда, чтобы выразить почтение солдатам Отечественной войны, защитникам Родины. Красная гвоздика – символ мужества, верности, пролитой крови. Цветок солдата-победителя олеет в руках взрослых и учеников 6-й школы Карачаевска, готовых к возложению к памятникам героев как дань памяти, проявления уважения и признания храбрости. Здесь, стоя лицом к лицу к солдатам, у каждого из присутствующих мысли об их проявленном героизме особенно волнующе. Герой – это кто не боялся рисковать своей жизнью, чтобы спасти, например, человека, мог сам умереть, но спасти товарища. Вот это я называю героем. Я чувствую патриотизм и что эти люди защищали нашу страну, несмотря на то, что могли умереть в любой момент. Время помнить. И все время нужно делать такие мероприятия и вспоминать их. Находясь здесь, я чувствую великую гордость за своих предков, за их подвиг. И, конечно, руссгвардеец Богатрев Керемняминович готов повторить их подвиг, подвиг наших предков-героев для защиты великой, могучей, доброй России. Шестая школа Карачаевска гордо носит имя Героя России Дугербия Танаевича Узденова. Патриотическому воспитанию учеников уделяется особое внимание преподавательского состава. Сотрудники Управления Росгвардии России по республике – частые гости на различных мероприятиях в этой школе. Они – живой пример благородства, мужества, воинской доблести. Дети не хотят их отпускать. И очень часто они отпрашиваются, говорят, мы к вам еще вернемся, мы с вами поговорим, мы с вами пообщаемся, мы вас пригласим к себе. Вот, например, росгвардейцы нас пригласили к себе, видя интерес, живой интерес детей. Они примеряют их форму, спрашивают о том, насколько сложна их служба, как они отдыхают, как государство заботится о них, какие у них перспективы по службе. То есть очень заинтересованы, это просто надо видеть, словами это не расскажешь, насколько у них горят глаза. Каждый хочет сфотографироваться с этим человеком, близко постоять, задать свои вопросы. На импровизированном солдатском привале вкусно дымилась каша. Там никакого секрета нет, в принципе. Обычная каша гречневая с мясом. Это вот солдатские порции. Около развернутого госпиталя артисты давали концерт уставшим бойцам. Маленькие артисты успешно вжились в свою роль. Вкусный обед прямо на земле с ними разделил начальник отдела вневедомственной охраны Карачаевска управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Керим Богатырев. И как вам на вкус солдатская каша? Великолепный вкус. Великолепный. С такой кашей, конечно, нашим победили немецких фашистов. Все гости с удовольствием пообедали на свежем воздухе и отправились на дальнейшую школьную экскурсию по военной истории. Им был представлен бессмертный полк. В руках ребят фотографии прадедов, прабабушек, своих земляков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Так проявляется преемственность поколений и живая память о героях. Фатима Дорова, Мухаммед Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Карачаевске в течение целой недели в Центральной городской библиотеке имени Азамата Суючева проходила акция «Дарение книг. Подари книгу библиотеке жителями города». Также совсем скоро читальный зал библиотеки будет полностью отремонтирован, что позволит проводить различные мероприятия в более комфортных условиях. В акции «Дарение книг» принял участие и наш корреспондент Альхан Лепшоков. В течение недели жители Карачаевска активно дарили свои книги. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев также преподнес подарок. Отрадно видит, что сегодня чтение книг также любимо многими. И главная задача – поддерживать нашу родную библиотеку и активно принимать участие в подобных мероприятиях, отметил Ракай Мухтарович. «Я с удовольствием пришел, передаю им книгу о участниках Великой Отечественной войны всех районов городов Карачаево-Черкесии, посвященных 75-летию. И про героев наших, 28-ми героев Советского Союза России. Также итоги конференции, региональной конференции, проведенной Карачаево-Черкесским государством университетом имени Умаргашевича Алиева, посвященных родным языкам и одному языку». Совсем скоро в читальном зале Центральной библиотеки Карачаевска будет проводиться ремонт. Наша библиотека будет комфортным местом для проведения различных тематических конкурсов и мероприятий, отмечают работники. «В эти книги к нам приходят читатели, дарят книги, которые они уже прочитали, интересные. Библиотека постоянно пополняется. Это для нас была очень хорошая новость. Мы все очень рады. Хочется встречать гостей в красивой библиотеке, чтобы и людям было приятно. И нам тоже будет приятно. Очень спасибо администрации нашей, что вот так решили в этом году сделать нам ремонт». Библиотека проводит огромную просветительскую работу. Жители Карачаевска активно посещают нас. А уже после обновления мы сможем проводить уже более масштабные праздники и привлекать людей к чтению, отмечают библиографы. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все Вести, хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова